После пусть и сдержанного, но всё же относительного успеха своей первой игры, Xenus.Kipenia, украинская студия Deep Shadows поступила довольно интересно. Они тут же начали разработку сразу двух игр. С одной стороны, совершенно новые игры в новом для себя космическом сеттинге, расширяя границы оригинального Xenusa, а с другой стороны, довольно ожидаемый сиквел точки кипения. А зная амбициозность Deep Shadows, в конце концов Xenus для дебюта был игрой просто титанических масштабов, у которой получилось многое из того, что игровая индустрия не смогла повторить до сих пор. Крутая песочница с атмосферой тотального наёмника в не слишком заезженном сеттинге Центральной Америки. Но с... да, посредственным геймплеем местами, не слишком крутой шутерной механикой, сюжетом, написанным словно самим Стивеном Сигалом в лихорадочном бреду, и неповторимой игре актёров озвучки, особенно в русской версии. Что вам здесь нужно? Мне? Мне ничего не нужно. Скорее, это вам нужно убедить меня, не убивать вас. Да, это, конечно, всё же одна сторона медали, и ожидаемые последствия того самого неподъёмного космического масштаба. И сиквел должен был показать нам, действительно ли Deep Shadows настоящий создатель хидденгемов, или же просто типичный посредственный постсоветский разработчик, которому повезло попасть в десятку не глядя в мишень. И то, как они обойдутся с пониманием и исправлением косяков первой части, и привнесут ли они в сиквел новые косяки, продемонстрирует нам это лучше всего. А полирование неровности оригинала ещё какое полезное дело, ведь, в конце концов... Ксенус — это легендарная игра, на неё делал обзор сам унылый. И вот сегодня мы взглянем на Ксенус 2 «Белое золото», сиквел, вышедший спустя три с половиной года после точки кипения, при этом параллельно разрабатываемый с ещё одним, даже более масштабным и амбициозным проектом студии — предтечами. Смогли ли Deep Shadows повторить успех оригинала? Удалось ли им провести работу над ошибками? Не повлиял ли на игру негативно тот факт, что она разрабатывалась параллельно с более масштабным проектом? Ну, на все вопросы я скажу «нет», спойлеры. Однако, от этого не менее интересно, не так ли? Ведь, казалось бы, как можно испортить... этого? Пап! А-а-а! Я вообще, наверное, брошу журналистику. Мне как раз перед поездкой сюда другую работу предлагали. Гораздо лучше. А что за работа-то? Началось моё знакомство с «Белым золотом» с технических проблем, мотив которой станет головенствующим в наших с игрой отношениях. Скажу я, забегая немного вперёд. При первом запуске у меня внезапно не прогрузилась начальная заставка из тех, что идут до меню. И при начале новой игры я долго не мог понять, что вообще происходит, кто этот метросексуальный чёрт и куда он направляется на лодке. Но унылый, скажете вы. Наверное, ты просто скипнул эту заставку случайно, нажав на какую-нибудь кнопку. Но... нет. Нет, эта заставка периодически не загружалась и с последующими запусками, лишь иногда радуя меня своим присутствием. Зато реклама журнала «Максим» с полуобнажёнными девицами грузилась исправно и всегда. Но... не буду долго вас конфузить, а скажу сразу синопсис происходящего. В каком-то модном ночном клубе модный ночной рэпер модно занюхал Кокса и вполне не модно помер. И так как это не первый случай, речь идёт о массовых поставках отравленного продукта с целью умершивления всяческого богатого элитного народа. Я из АМЛС, из JBS Рекордс. Мне порекомендовал обратиться к вам мистер Джеймсон. Разрешите войти? Естественно, Рекорд Лейбл решает нанять профессионала, чтобы разыскать источник отравленного кокаинума. И хотя мы понимаем, что отравленный кокаин – проблема действительно масштабная и важная, но всё-таки в сравнении с похищенной дочерью, которую нам нужно спасать в первой части, смотрится эта проблема как-то мелковата, что ли. Вы считаетесь одним из лучших по специальным операциям в Латинской Америке. Те, кто мог об этом судить, вряд ли уже что-то расскажут. Они покупали порошок у разных дилеров, но похоже речь идёт о колумбийском кокаине. А я зачем тебе нужен? Нам необходимо решить эту проблему. Да в Центральной Америке случилась беда. Кому мы позвоним? Сол Майерс! Да, этот маложавый метросексуальный мужчина – Сол Майерс. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, стоп-стоп, какой это нахрен Сол Майерс? Сол Майерс, которого я знаю с рисованием самого Мхотепа и говорит с нами голосом украинского кузена мстящего боксера. Я ищу свою дочь Лизу, а вы последний, кто видел её в этой чёртовой стране. Это что такое? Ну, по крайней мере, теперь у нас у игры есть нормальная озвучка, и выполнена она не профессиональными программистами, а вовсе и даже привычными нам голосами актёров озвучки. Например, наш юный Сол говорит голосом покойного Владимира Вихрова. Ну, вы знаете. Весь город должен быть уничтожен. Извини, Мэлс, я в завязке. С одной стороны, да, озвучка это то, на что я жаловался в оригинале. С другой, не исправляя общую сратость визуала, анимации и всего прочего, прикручивать к этому серьёзную озвучку от вменяемых актёров, чревато аудиовизуальным диссонансом. А как мы видим по заставкам, в общем и целом свой визуальный стиль Ксенус сохранил. А вот повествовательный немного-то поменял. Если точка кипения начиналась с ходу с города и путешествия по нему, то белое золото начинается с весёлого пулемётного тира, который тут одновременно ни к селу, ни к городу, и идеально вписывается в общий нарративный трэш и помогает обосновать сюжет, о котором чуть позже. И тем не менее, всё же стоит сразу хорошенько пройтись по такому решению разработчиков. Это вообще не очень хороший знак, когда в песочнице игрока ограничивают в перемещении и действиях, просто потому что. Впрочем, со временем понимаешь, что сделано это по одной простой причине. Второму Ксенусу банально нечем похвастаться. Справившись с десятками лодок и вертолётов Парамилитарес, мы всё же вынуждены покинуть корабль, так сказать, в связи с его поломкой. И доплыв до ближайшего острова, Солмайерс оказывается в привычной для себя среде обитания, где-то в Центральной Америке. Пусть и в островной её части. Первый остров, на котором мы оказываемся, — Эспада. И нам, как в оригинале, приходится искать у местных работу, так как, видимо, все наши деньги были на той самой злополучной лодочке, которая пошла ко дну. А расследование-то вести надо. Однако, в отличие от точки кипения, мы тут не одни. В ухе у нас звучит голос нашего старого партнёра Джеймисона, который говорит голосом репетура. Который будет наблюдать всё нашими глазами и подсказывать нам, где искать связных и работодателей. А работодатели у нас, как всегда, привычные. Армия, повстанцы, наркомафия, бандиты и просто гражданские. По первости, будем контактировать именно с ними, благо на Эспаде, как и в реалии слэш Колумбии, у всех всегда для нас найдётся какой-нибудь квест. Квестов много, и, как всегда, они ранжируются от однофазных «подойди к тому-то, скажи что-то, сделай то-то», до длинных многоэтапных заданий различной сложности. Местное население довольно колоритно. И вообще чувствуется, что та сама атмосфера первой части именно в данном аспекте сохранилась. А то и стало лучше. Естественно, моделькам NPC попытались убавить всратости, которая наблюдала с точки кипения, но получилось не очень. Как оказалось, простым добавлением полигонов ситуацию не исправишь. И некоторые модельки выглядят довольно... эээ... Крипово. Но, по крайней мере, визуальный стиль у игры сохранился. Пусть свою внешность соло подрастерял, видимо денег у Deep Shadow схватило на образ Арнольда Уослоу только в одной игре. Зато им пришлось такую перемену внешности обосновывать гениально в одном из левых диалогов где-то в середине игры в духе «Да, мне сделали пластическую операцию, ну, вы знаете, наемники, мы люди такие, да, мы делаем пластику». Но денег, видимо, решили сэкономить еще и на озвучке. Если в первом ксенусе мы слышали соло в каждом диалоге, прошу прощения, в каждом из озвученных диалогов, там это рандомно распределялось, то тут соло имеет голос только в заставках и иногда в геймплее. В интерфейсе диалогов вихрово мы не услышим. С одной стороны, понятно, чтобы не дублировать уже прочитанную нами реплику, с другой, хз почему они так решили все поменять. Зато мы регулярно будем слышать голос Джеймисона, и еще одного чертила, местного связного Хосе, озвученного Вячеславом Барановым. «В Гринго, доверься мне! Мой тебе совет, иди к партизанам! Я сам отмотал 4 года в армию, а потом ушел к ним! И что я тебе скажу, Гринго? У них гораздо веселее! Хотя и шлепнуть могут за измену, это так!» Ха, Баранов, Вихров... На фоне постоянных обложек «Максим» на витринах местных торговцев, на которых запечатлены Жанна Фриске с Юлией Началовой. Как-то... Как-то холодком повеяло немного. Всего, блин, 13 лет прошло с выхода игры, а уже все мертвые. Но, к слову о торговцах, да, здравствует торговля с ее замечательным интерфейсом, прямиком из первой части, и с небольшими лишь изменениями. Тут точно так же, как и в «Точке кипения», с торговцами придется контактировать постоянно, такова уж жизнь наемника. Ассортимент у них весьма обширный, хотя и без журналов «Максим», о которых заявляют прилавки. Предметы делятся на категории. Лечилки, еда, которая так же лечат, вещества, которые... алкоголь, кокс и все прочее, драгоценные, не очень хлам, и, конечно же, оружие и патроны. В этом плане игра стала поскромнее. Пропал такой обширный выбор штурмовых винтовок, который был в оригинале, никаких тебе фамасов, лишь только коллаж до М4. Но в остальном арсенал сохранился практически идентичный. Нож, пистолеты, пистолет-пулемет, дробовики, автоматы, пулеметы, ракетницы и снайперская винтовка на пару с гранатометом. Ну, а также, естественно, гранаты. И, конечно же, арбалет. Да, в игре снова пытались дать стелса. Добавился еще и пистолет для подводного плавания, правда, функционала у него я нашел ровно ноль, кроме того, что он вроде как бесшумный. Но, ребят, камон, стелс к Сенусе всегда был развлечением для самых искушенных. А так как нам необходимо все это добро приобретать в магазинах, ибо найденное оружие практически всегда изношено, что, как и прежде, приводит к клином и уменьшению точности, да, нам придется постоянно покупать и покупать новое оружие. Но из-за того, что денег у нас минимум, и все они нужны на дело для прогресса по сюжету, часто все же покупать разнообразное новье не выйдет. Тем более, что к нему же нужны еще и патроны, которые вновь делятся на различные типы, на стандартные, бронебойные и так далее, но реальной вариативности геймплея, на мой взгляд, они не очень придают. И больше являются дополнительной механикой, без которой можно жить вполне себе спокойно. Как и вернувшаяся модификация, оружие. Моды дорогие, и если их не находить на трупах врагов, то, скупая расширение магазинов и прочее, можно нехило так разориться. Кстати, раз уж мы заговорили об оружии, давайте-ка поговорим о его применении. Ганплей... На удивление стало намного лучше, в сравнении с первой частью. Вот серьезно, столкновение с врагом ощущается менее криво за счет исправленной стрельбы. Кроме того, к врагам теперь прикрутили рэгдол, и они действительно приятно падают, сраженные нашими пулями. На высшей сложности, к тому же, добавляется нехилый такой челлендж, в виде, собственно, сложности. Искусственный интеллект у врагов подкручивается, и наше здоровье уходит намного быстрее, за счет чего перестрелки становятся реально сложными. Хотя, и на среднем уровне порой перестрелка может вызывать определенные трудности. И если ребята из Deep Shadows, как следует, поработали над ИИ и стрельбой, то местная граната... Это худшая, блядь, граната на земле. Я сейчас не шучу, она даже хуже, чем в чистильщике. Вот просто смотрите. Вы, вы, вы просто гляньте на это убожество. Для типичного игрока в шутеры привыкнуть к механике броска очень сложно, просто поверьте. Арка броска граната неинтуитивна и выбивается из базовой логики, и чтобы докидывать гранату на привычное расстояние, мы вынуждены, как игрок, задирать камеру вверх в поисках оптимальной траектории. Ну а вот что делает местный ганплей по-настоящему царством абсурда и безумия, это... Местная реализация передвижения соло. Да-да, вот все, что вы видите сейчас, это не прикол. Это вот так реализовано передвижение игрока в игре. При прыжке вперед персонаж ускоряется в разы, и если вовремя зажимать спринт, мы можем, так сказать, по всему полю боя скакать, как бешеные кролики. Да хоть по всему острову, на самом деле. Да, этот способ передвижения может поспорить в эффективности с поездками на автомобиле. А в комбинации с парашютом, которым экипирован соул, при скоростных прыжках со скалы мы можем еще и прилично так полетать. И я не знаю, кто так сломал распрыг, и почему относительно приземленный шутан с элементами РПГ в реалистичном сеттинге выглядит как сетевой шутан конца 90-х. Хотя насчет реалистичного сеттинга я, пожалуй, погорячился. Но вот насчет РПГ элементов ничуть. Вы могли заметить эту огромную зеленую стрелку, как бы говорящую нам о чем-то. Да, это такой намек на то, что у нас повысился уровень. Привет убогому даже по меркам нулевых интерфейсов. Система прокачки в сравнении с оригиналом, где параметры Майерса прокачивались с нуля в зависимости от использования тех самых скиллов, изменилась. Тут игра перешла на систему перков. И да, выглядит меню прокачки еще хуже, чем в оригинале, и интуитивно оно непонятно. По крайней мере, на первый взгляд. На второй, перки расположены в соответствии с их корреляцией с определенными параметрами, что делает всю ситуацию несколько более понятной. Ну а на третий взгляд, некоторые перки зависимы друг от друга и доступны для получения только после взятия другого совершенно рандомного перка из другой области, что приводит к тому, что дерево перков превращается в перекати поле. Но что же за перки мы можем взять? Чтобы вы имели представление о том, что Ксенус 2 подразумевает под прокачкой, чтобы прицельно стрелять, необходимо взять отдельный перк. Да-да, я сейчас не шучу. Другие перки больше напоминают стандартные. Увеличение массы переносимого груза, увеличение скорости бега, длительности подводного плавания и так далее. Но опять же, для владения некоторыми видами оружия также нужен свой перк. Я скажу, что система прокачки, что тут, что в первой части, работает через задницу, и лучше бы ее в принципе не было, или же реализована она была как-то совсем иначе. А прокачка нас ожидает регулярно, за счет того, что мы постоянно выполняем наши миссии, чтобы заработать денег, чтобы убраться с этого острова на следующий. Да, так как парамилитарис окружили все водное пространство Эспада, и несмотря на то, что мы уничтожили пару десятков их лодок и вертолетов, мы физический остров покинуть сможем только если нас подвезет один из лодочников за приличную сумму денег или ценный артефакт. Шесть тысяч песо торговаться не будет. Очень, Гринго, если у тебя нет таких денег, я готов отвезти тебя на Болину всего лишь за одну жемчужину. За черную жемчужину, Гринго. Я за 90 лет жизни на этом острове не встречал ни одной. Воля, что выбирать наша, но даже чтобы дойти до этого самого лодочника, нам нужно поработать. Сперва раздобыть транспорт, а на Эспаде, несмотря на то, что есть двухполосные дороги, трафика почти нет, и единственная доступная поначалу машина находится в руках местного юнца. Ее еще и спиздили, к тому же парамилитарис. Отбиваем у них волжанку, и юнец так доволен, что разрешает нам ее брать в любое время в пользование. Что ж, поедем, пожалуй, да... Ах, да... Я думаю, он сильно расстроится. Но не так сильно, как расстраиваюсь я от местной механики вождения. В первом ксенусе вождение было одной из центровых механик игры. Ты просто передвигался по Колумбии, реалии 80% времени именно за рулем. И так как миссии и квас-тодатели находились порой далеко друг от друга и далеко от городов, машина была обязательным атрибутом. Реализованное вождение было неплохо для такой в целом бюджетной игры. Управление адекватное, повреждения тоже, бензин небесконечный, удобная камера от первого лица, добавляющая плюсиков к погружению в игру. В белом же золоте... Ооо, вождение это скорее испытание. В первую очередь, потому что при ускорении игра почему-то включает дикий блюр и замедление. Картинку размазывает, а геймплей замедляется, и мы в машине едем, словно нож, скользящий по маслу. Сама по себе камера говно, но и только от третьего лица. Поэтому за рулем хочется проводить как можно меньше времени, ибо элементарно укачивает от размытости и тормознутости поездок. И это все не говоря уже о том, что само управление дико пострадало. При управлении машиной создается такое впечатление, будто бы между нажатием клавиши и действием проходит минимум полсекунды. Это, чтобы вы понимали, в таком деле достаточно много. Подумать только, как можно было проебать отличную механику вождения первого ксенуса, где, несмотря на крайнюю аркадность, каждая из машин управлялась слегка по-разному, и все равно лучше, чем во втором ксенусе, где все машины управляются одинаково. Как говно. Единственное, что спасает поездки, это охуительная музыкальная тема. Да, оцените всю эпичность этой композиции. К сожалению, кроме нее, в игре музончик подкачал. Но в целом вождения можно избегать за счет как раз-таки сломанной механики бега в припрыжку. Прокачайте скорость бега и выносливость соло, и он будет покрывать еще большее расстояние своим распрыгом. Так что даже тачка вам, в принципе, не понадобится. Также в игру вернулся и прочий транспорт. Но о нем мы поговорим чуточку позже, когда выберемся с Испады. Хотя, несмотря на то, что игра технически закрывает нам с нее дорогу, давая лишь один вариант съеба с острова, в принципе, некоторые задания фракции дадут нам доступ к водному транспорту, на котором мы можем свободно уплыть куда угодно. Вот так так. Прикол еще в том, что мы практически сразу можем драпануть в сторону финального острова. И в некоторых версиях мы могли просто сразу затригерить финальную сцену игры. Правда, в моем случае по приезду НПЦ, который триггерил концовку, просто отсутствовал. Если же мы честно попытаемся разрулить ситуацию с уездом с острова, напомню, выбора 2, либо накопить денег, либо найти черную жемчужину, либо сделать оба варианта, ибо деньги в ксенусе никогда лишними не будут, тем более, что местная система фракций позволяет проходить чуть ли не все задания всех противоборствующих сторон при грамотном подходе к выбору миссий, да и даже без него достаточно лишь улучшить отношения с поругавшейся вами фракцией, убийством НПЦ, враждебных для нее, или же прямым подкупом. Забавно, кстати, что после того, как я выполнил кучу заданий главаря бандитов, ну, убил его таки в ходе задания гражданских, НПЦ действительно умер навсегда, и на его место пришел его брат, который также мог выдавать миссии. Приходишь проведать братишку, он валяется весь изрешеченный, в луже собственной крови, и никто ничего не видел, никто ничего не знает. Но наша основная цель найти черную жемчужину, а находится она у иностранных аквалангистов, один из которых случайно заплыл в глубоководную пещеру, прячась от морского чудовища, и застрял там без кислорода. Его нам придется вытаскивать. Для этого поездим или попрыгаем по острову, раздобудем пустой баллон с газом у местного бомжа, заправим его и нырнем в те самые карибские глубины, где... Так, твою мать, я же делал с собой баллон. Мне его надо экипировать? Да я что-то не вижу, чтобы он экипировался. А, так, секундочку. Этот баллон для аквалангиста, а Майерс просто так занырнет на одном дыхании? Чего? Да, серьезно, Сол задержит дыхание и попрет тяжелый баллон с воздухом, не пользуясь им глубоко под воду. Более того, запаса воздуха нам не будет хватать, чтобы достигнуть хотя бы первого кармана с воздухом в пещере. Как же быть в таком случае? Прокачка! Да, есть перк на увеличение объема легких, который будет полезен тут и только тут, потому что больше в игре подводное плавание нам не предстоит. В итоге, находим акулангиста, отдаем ему баллон, а сами возвращаемся в их лагерь, где благодарные коллеги отдают нам жемчужину. Приносим жемчуг старому Диего, который должен нас вывезти с острова, и тот говорит нам отнести эту самую жемчужину своей внучке, пока он подготовит лодочку. А, опять этот старый хрыч втягивает меня в свои сомнительные делишки. Странно, что банда Хуареса до сих пор его не грохнула. Однако, по возвращению от внучки нас ожидает вовсе не Диего, а какой-то чертил. Фильтруй базар, Гринго, если не хочешь перомеш-ребер получить. Старый пердун сейчас околачивается на хатю нашего босса. Только не как гость, а как заключенную. Понял, да? Да, он задолжал бандюкам. Благо, у меня с ними отношения хорошие, хоть я и грохнул их главаря при куче свидетелей. Но, несмотря на это, его братюня согласен отпустить деда за выкуп. Тут уже нам решать, деньги или насилие. Вариативность. Но, освободив-таки деда любым из способов, мы, наконец, сможем отчалить из-за спады на второй крупный остров игры. Бален. Там уже нас ожидает привычная картина межфракционного насилия с непривычным оттенком. Теперь у фракции есть НПЦ-тян. А именно у партизан. Наркетов порешили. Вот что произошло. И вообще, Гринго, это не твое дело. Иди своей дорогой. В их рядах служат горячие латинские девицы с УЗИ. Но долго любоваться ими мы не сможем. Нам нужно искать местного представителя ЦРУ, агента Вайнштейна, говорящая фамилия, ничего не скажешь, который засел где-то в единственном городе на острове. Балена снова демонстрирует нам сильные стороны атмосферы игры. В первом же городе, единственном городе, мы оказываемся в центре пусть и скриптованных, но событий. Всюду мелкие квесты от местных жителей, куча диалогов, лора и интересных персонажей, которые, как отсылают к оригинальной игре в виде суицидника прыгуна, так и делают что-то новое, уникальное. Балена побольше эспады и немного открытия ее. Однако, познакомиться с островом мы еще успеем. Сперва сюжет. Пора навестить ЦРУ. А, приветствую, мистер Маркс. Меня предупредили о том, что вы прибудете. Правда, я ожидал вас гораздо раньше. Вы задержались. Во-первых, мне тут кроме зарплаты платят еще командировочные, премиальные, сверхурочные и гробовые. Так что в штате я вернусь богатым человеком. А, во-вторых, никто кроме меня не соглашается работать в этой игре. Да, игра показывает ЦРУ довольно клоунски. Как персонажам Вайнштейна и его выборам музыки, так и, например, их отрядам, которые мы могли встретить ранее. Эй, мистер, какая это страна? Это же Перу, верно? Хотя в плане музыки, конечно, ЦРУшник не уникален. Тут, в принципе, главари их разных фракций слушают просто охуительнейшую музыку. Вайнштейн говорит, что все, кто пытался расследовать дело про отравленный кокаин, так или иначе умерли после встречи с их связным Эудасом. Однако он посылает нас на встречу к Эудасу. Тот говорит нам, что узнать необходимую информацию он может, но не за бесплатно. Отваливайте, мол, ему 10 тысяч песо, на этот раз безальтернативно. И, да, добро пожаловать в традиционную ксенусовскую геймплейную структуру. Заработай денег, чтобы пройти дальше по сюжету на два шага, чтобы потом нужно было бы тебе заработать еще денег, что плохо вписывается во вселенную и концепцию второго ксенуса. Если в первой части мы были просто батей, который ищет свою дочь в ебенях Колумбии реалии, не имея ни контактов, ни денег, ни работодателя изначально, никаких либо лидов, там ситуация заработать денег на миссиях, чтобы пройти дальше и купить сведения, это норма. Более того, игра порой давала нам альтернативные пути решения денежного вопроса. Тут же, ситуация, когда тебя на миссию посылает рекорд лейбл, и тебе все равно приходится зарабатывать денег без альтернативы, когда тот самый лейбл мог бы просто мне их прислать, например, все это выглядит несколько натянуто, но выбора у нас нет. Так что, снова нам пора избирать себе работодателя, зарабатывать те самые 10 кусков и так далее. Естественно, работа на повстанцев с их горячими повстанками единственная верная опция. Однако, той самой работой мы портим отношения сразу с двумя потенциальными полезными работодателями, наркосами и официалами. Хотя, в плюс игре можно сказать то, что в одной из миссий за партизан, где нам необходимо со снайперки пришить дельцов коксом и забрать товар, мы можем переметнуться и отдать чемоданчик представителя местного дона Гильермо за возврат репутации и доступ к их миссиям. И на самом деле, такой подход убивает сразу двух зайцев. Мы проходим кучу миссий за партизан и получаем с них бабло, после чего мы можем начать прохождение всех миссий наркосов и получать бабло уже с них. Тем более, что они, как всегда, платят лучше всех. Да и миссии у них довольно веселые и вариативные. В конце концов, чаще всего за рулем привычной техники мы будем оказываться именно играя за наркосов на болене. В ходе миссии мы часто будем пользоваться водным транспортом, а одна из них заключается и вовсе в вертолетной атаке на базу Гириллис на Испаде. Хорошо я так подвел обратно к механике управления, да? Скажу сразу, такого болевотворного размытия, как в случае с авто, с водным и воздушным транспортом ты не замечаешь. Водный транспорт подразделяется на всякого рода лодки и аквабайки, а воздушный состоит из различных вертолетов и самолетов амфибии. Управлять лодками не то чтобы приятно, но удобно, так как многие миссии в игре завязаны на путешествиях между островами, придется это делать частенько. Но тут же проявляется и главная проблема игры с атмосферой на контрасте с первой частью. В точке кипения половину атмосферы делали эти бесконечные поездки по центральноамериканским джунглям между городами и базами группировок. Да, большую часть времени ты тупо едешь и лишь иногда игра безуспешно пытается развлечь тебя в основном за счет рандомно генерируемых перестрелок между фракциями, которые ты так как бы не замечаешь, либо засад, которые ты объезжаешь. Тут же, окей, я целый один раз встретил полноценную перестрелку в дикой природе между двумя группировками, а на водной глади собственно тишь да гладь. Да, иногда ты можешь наткнуться на лодочке парамилитарес или рандомный боевой вертолет, но в 95% случаев они тебя даже не заметят. Поэтому путешествия от острова до острова представляют собой обычно вот это. И да, просто плыть, нажимая на W на протяжении нескольких минут немного напъягает. Ездить по джунглям в реалии в первой части было не то, чтобы особенно весело, но, повторюсь, атмосфера вытягивала эти поездки и сама по себе карта пусть и сшита словно процедурно генерируемым повторяющимся рандомом, но по крайней мере дает какое-никакое разнообразие в окружении в сравнении с... этим. Я не знаю, чьей, блять, великой идеей был перенос сеттинга игры на острова, но его жопа должна была вылететь прямиком из Deep Shadows после такой подставы. И я понимаю, скорее всего, тут дело в экономии ресурсов, помноженную на желание сделать большую карту, но на деле же пара крохотных островков не дают игре ощущение объема. Пускай, конечно, в море и бывают красивые скайбоксы, а какая в Ксенусе вода? В такой водой хорошие оценки от российского игражура игре были бы гарантированы. Единственный способ избегать монотонных плаваний между островами использовать авиационную технику. Благо, летает она быстрее и, соответственно, расстояние покрывается большее за меньшее время, но тут уже есть свои нюансы. Если вертолеты в игре реализованы хорошо и это не шутка, то вот несчастная цесна-амфибия это второй по херовости самолет в песочнице, которым я когда-либо управлял сразу после оригинальной GTA 3. Всего убожества его управления не описать, потому что херовое управление в принципе описывать всегда трудно. Просто поверьте, что реализованы полеты на самолете тут контринтуитивно. Например, возможно, я дурак, конечно, и не нашел это, но у самолета вообще не реализован поворот килем, только за счет наклонения крыла. И учитывая, что цесна реагирует на малейшее нажатие на клавишу поворота так, словно я штурвалом хуйнул резко вбок, поворачивать на небольшой высоте крайне опасно. Ну ладно, продолжаем проходить игру. Дон Гилермо предложит нам проникнуть на базу местной армии на соседнем острове, дабы украсть и подменить кое-какие документы, связанные с его бизнесом. Для этого нам в первую очередь нужно раздобыть фальшивое удостоверение и форму, дабы не пробиваться туда сбоем. После визита к местному Кулибину документоделу мы сами изготавливаем подделки, ибо он бухой, и направляемся в огромный форт, и после короткой борьбы с указателем цели миссии, который на миникарте в этом и только в этом квесте показывает абсолютно не туда, куда нам нужно, мы находим документы, забираем их, и... Да, тут должен был сработать триггер, и мы должны были положить на место взятых документов поддельные, но он не сработал. И это так залучило нам сотрудничество с наркомафией и возможность заработать, так как говорить с Гильермо мы больше не можем, потому что скрипт сломался. Ну что ж, придется искать другие варианты заработка. Благо, кроме партизан, на Болене есть еще и обычные бандиты, которые, несмотря на то, что я убил их лидера на Испаде, вполне все еще мирно ко мне относятся и готовы предложить работу. А тот факт, что располагаются они в борделе, только подогревает интерес к сотрудничеству с ними. Так что перед миссиями мы можем еще и зарядиться мутным низкополигональным сексом. Первое задание нетривиальное, развести проституток по адресам клиентов. И тут же у меня встает, так сказать, вопрос, нахрена вам бордель, если ваши девочки выездные? И второй вопрос следом, какого хрена тут все жалуются на нищенское положение, при этом имея возможность заказывать себе шлюх на дом? Да, самое дешевое из них стоит по сотне песо за час, а тут еще и с доставкой. Но это пустое. Следующая миссия заставит нас помочь местной девочке отомстить своему обидчику, который решил воспользоваться услугами не по прайсу, так сказать. Вначале он ее связал, что показалось странным, так как он приверженец классики, а не всяких там игр. А потом принялся давать ей пощечины и обзывал всякими похабными словечками. Наша задача найти ублюдка в его квартире и... найти ублюдка в его квартире, блядь. Ну не, я так не играю. Какого хрена в игре сломаны две второстепенные квестовые линейки? Единственный адекватный способ заработать денег, критически важный ресурс для прогресса по сюжету, нельзя получить из-за фатальных багов. Но ладно, к этому моменту мы уже заработали немного денег и нам может хватить их для того, чтобы заплатить их Эудесу за информацию. И после очень долгого похода Иудеса к выходу блядь, мы таки добираемся до катсцены, в которой Иудес нас куда-то ведет. Но Иудес не был бы Иудесом, если бы не оказался сраным Иудой. Да-да, Сол Майерс попадает в ловушку. И подозрительно хорошо вооруженные брагированные ребята грозятся нас тут же нагнуть. Однако их, видимо, никто не учил тому, что можно не просто так тупо стоять и ждать, пока Майерс выйдет за угол, а таки попробовать его окружить и убить. Так что с горем пополам разбираемся с людьми в черном, но Иудеса уже и след простыл. Вайнштейн говорит нам, что лучше всех экипированные бойцы во всем Архипелаге это ни в коем случае никак вообще не боевые спецподразделения ЦРУ никак вообще ни разу. И ему веришь, черт побери. Это же Перу, верно? Естественно, нас такая подстава не устраивает. Нужно найти Иудеса, к счастью, о его местоположении знает другой местный, который, правда, за бесплатную информацию не дает. Бляааа. Да, у него нужно купить аж целый остров. Аж за 10 или 8 тысяч песен. Выбора особо нет, придется снова копить бабло. Но как это сделать? У бандитов и наркосов поломались квестовые линейки, а с партизанами я посрался. а на улучшение отношения с ними денег у меня как бы нет, да и времени на то, чтобы убить кучу наркосов, мне придется потратить какую-то уйму. Но благо у меня есть фейковая военная форма, и я смогу втереться к воякам в доверие. Но перед этим нам нужно все же побеседовать о покупке острова. Я говорю, побеседовать о покупке острова. Побеседовать о покупке острова, блять! Не-не, игра серьезно сломалась еще и на сюжетном квесте. Да, игра действительно изнаебнулась фатально. Привет, официальный, блять, релиз в стиме. Что ж теперь делать? Естественно, никаких фиксов разработчик не предлагал. Закинули игру в стим, и ладно. Но в сети уже много лет гуляют неофициальные патчи игры, которые фиксят определенные проблемы с некоторыми моментами игры. И один из таких патчей действительно решил эту проблему. Диалог запустился. Правда, при этом он мне поменял язык игры на английский. Чего? Бесу, который он стоит, не сравняться с тем чувством, которое вы будете испытывать, просыпаясь утром. Да, озвучка, кстати, осталась русская. А вот весь текст в игре и меню поменялся на English. Но благо этот фикс мне нужен только для того, чтобы продвинуть один диалог, так что по его окончании я могу спокойно ставить оригинальную версию по новой. И использовать старый сейф. Тем более, что патч не фиксят миссии наркосов и бандитов, которые я уже упоминал. Поверьте мне, я проверял. Так что да, добро пожаловать в армию, господин Майерс. Местный рекрутер отправляет нас на один из крупнейших островов, который, впрочем, не имеет имени и городов. Сам остров представляет из себя огромное поле боя, где военным противостоят серьезные силы партизан и небольшая база бандитов. Тут мы впервые познакомимся с вернувшимися из первой части танком, а также новым типом техники. ЗРК. Благо, получать лицензии на управление, как это было в Точке Кипения, не надо, иначе бы у меня точно денег не хватило. Так что миссии на танке и ЗРК нам удастся заценить в полной мере. Танк имба. Он практически непробиваемый, единственный его минус это пулемет. Он просто не попадает по врагам и стреляет словно с рандомным разбросом. То же самое касается, кстати, и вертолетного пулемета, поэтому только ракеты и снаряды. Зенитно-ракетный комплекс же... Полный тотальный мусор говна. Единственное его применение против воздушных целей, которые уничтожают его с одного выстрела. Поэтому нужно играть на сильное опережение и почаще сейвиться, так как в миссиях на ЗРК нам будут противостоять целые кучи вертолетов. Миссий будет много, и слава богу, деньги нам очень нужны. Однако и без традиционных уже багов мы не обойдемся. Например, замечательный баг с агрящейся армией, который чуть было не обрубил мне все попытки пройти игру на корню. Но грамотно используя местный забагованный распрыг, мы можем вышибать клин клином, так сказать. Еще один интересный нюанс. Техника, которая нам выдается на миссии, не пропадает и не закрывается на ключ, как это бывает обычно. И даже отмычки не нужно тратить, чтобы их открыть повторно. Да, в игре есть отмычки. Поэтому один раз прокатившись на танке, он будет доступен тебе и в последующие миссии. Даже те, которые задумывались как обычные пехотные пострелушки. И это пригодится очень сильно в контексте последней миссии за военных на острове. Капитан говорит нам в одиночку уничтожить всю базу Гириллиас. И пофиг, что у военных целых две базы на острове, которые могли бы дать нам подкрепление чисто теоретически. Не, Солмайер словно команда должен проникнуть на базу партизаны и уничтожить ее. На нее мы, кстати, проникали и раньше. Однако предыдущая миссия там предполагала стелс. Да, в игру вернулся стелс, который теперь еще ко всему прочему вынесли на отдельную клавишу активации. Стелс режим в этом плане выгодно отличается от попыток оригиналов стелс. Тут мы можем отслеживать свою незаметность за счет сердцебиения соло. Да и враги словно готовы нас меньше замечать. И таки позволяют убивать себя с ножа. Правда, только с хатшотом. И есть в игре, конечно, и бесшумное оружие дальнего боя. Но арбалет полный мусор. Хотя и убивает с первого раза, если попасть в голову. Но не быть спаленным у вас все-таки будет больше шансов именно при ближнем бою. Естественно, базу партизан мы выносим. Не без проблем, конечно же. И с помощью халявной техники и эксплуатируя при этом распрыг. Закончив с данными миссиями, мы можем таки купить пресловутый остров, за который нам дадут сведения о местонахождении Иудеса. И навестив на поприобретенные угодья, которые мы можем превратить в настоящую роскошную виллу с сиськами. Правда, лишь постепенно и за деньги. И с помощью строителей. Здравствуй, хозяина. Как настроение? Настроение хорошо у нас, хозяина. Мне так удобнее общаться со своим напарником, хозяина. Эх, комедии середины нулевых. Мы, наконец, отправляемся мстить продавшему нас непонятно кому вблюдку. Иудес находится в окружении наемников на отдельном острове, который хорошо укреплен. Но спустя минут 5-7 шутерного говна, мы таки добираемся до Иуды, который, правда, уже успел обделаться от страха. Слышал только, что одно индейское племя выращивает множество различных сортов кокаина. Некоторыми из них можно отравиться. Он выкладывает нам все необходимые данные, в обмен на то, чтобы мы пощадили его никчемную жизнь. Однако говорит, что деньги, которые получил от нас, уже проебал. И возвращает нам лишь 500 песо. В любом случае, нужные данные мы уже получили. Отравленный кокс каким-то образом связан с какими-то местными индейцами-культистами. Нам нужно отправиться на один из местных островов, где находятся какие-то руины. Там мы находим лишь закрытые врата, которые, впрочем, мы можем и перепрыгнуть, но чтобы не рисковать сломанными скриптами, я, пожалуй, не буду использовать этот эксплойт. Так что нам нужно сделать следующее. Нам нужно спиздить табличку на входе, чтобы нам ее перевели и сообщили, что делать дальше, дабы попасть в этот закрытый город без богоюзерства. Однако, как только мы берем табличку, нас окружает недружелюбно настроенное местное население. Спасаем свою жопу, унося свои ноги, и возвращаемся на Болену, где находим местного эксперта по индейчным артефактам, который говорит нам следующее. Чтобы попасть в древние руины, нужно открыть ворота. А чтобы открыть ворота, нужно собрать несколько артефактов и ядрить их в корень. А конкретно, статуэток, и поместить их в статую, которую мы видели на входе. А что это означает? Это означает, что эти статуэтки нужно каким-то образом добыть. Ну, в смысле, либо выкупить у нынешних владельцев, либо забрать с их трупов. И да, нам придется снова тратить деньги, скорее всего, практически в любом случае, ибо статуэтки эти находятся у местечковых лидеров местных фракций, индейцев, военных, таркосов, парамилитарес, партизан, короче, у всех, у кого можно и нельзя. И расстаться с ними бесплатно, или даже за какую-то услугу, они не готовы. А с парамилитарес и вовсе никак не договориться, так как это единственная постоянно враждебная фракция. Ну что ж, пора пойти по трупам. Даже если мы намереваемся часть выкупить, нам все равно придется идти по трупам, деньги-то можно заработать в этой игре, только убивая, так или иначе. Но единственный, кто в альтернативу предложит миссию взамен на статуэтку, это вождь добрых индейцев. Его сынуля пропал на одном из островов в пещере, и нам нужно найти его и спасти. В пещере той нас ожидают гигантские враждебные пауки? Черт подери, игра какого хрена? Не, я, конечно, понимаю, что чеховское ружье, так сказать, выстрелило, и тот самый гигантский паук в начале игры был лишь форшедвингом следующих событий. Но, мать твою, откуда во вселенной Ксенуса взялись гигантские, мать его, пауки? В сюжете первой части не было никаких сраных пауков-мутантов. Да, там было зомбирование и инфополис земли, но зачем перепрыгивать сразу через две акулы с сиквелом и вводить в этот безумный микс еще каких-то гигантских пауков, которые сами по себе огромные клише и вообще всегда не в тему. Но, ладушки, разбираемся с уберарахнидами и находим умирающего сынка вождя, после чего доносим до того самого вождя печальные новости и получаем взамен статуэтку. Собираем все прочие в комплект и, наконец, проникаем в тот самый зловещий древний город индейцев, где... нас ожидает серьезное сопротивление. Местное население вооружено плохо, но это не мешает им сносить нам кучу хп своими копьями и старинными фузеями, мушкетами, которые на острова завезли еще сами ИСПАНЦЫ. При том, что мы этими фузеями, дай бог, снесем хотя бы половину их хп, ибо точность у этого недомушкета оставляет желать лучшего, что, с одной стороны, правдоподобно, но, с другой стороны, почему тогда индейцы бьют точно в десяточку каждый раз? Ну а скорость перезарядки близка к аутентичной черепашьей. Казалось бы, не пользуйся ты этой фузеей, но остров довольно большой сам по себе. Индейцев много, патроны уходят быстро, и даже если ты хорошо затаришься перед поездкой сюда, велики шансы того, что рано или поздно патроны у тебя будут подходить к концу и придется иногда пользоваться подручными средствами. Тем более, что с индейцев идет хороший дробь боеприпасов на фузею. После получаса интенсивных перестрелок говна с индейцами-пауками и индейцами-пауками, мы добираемся до самых глубинных катакомб острова, где те держат... агента ЦРУ... Тот выкладывает нам всю информацию о кокаинуме. Партия отравленных наркотиков — это наших рук дело. Я имею в виду ЦРУ. Операция разработана и осуществлена силами спецподразделений внутри конторы. Во-первых, наличие такой проблемы, как отравленный кокаин внутри страны, мгновенно поднимает ассигнование на контору. Во-вторых, в руководстве конторы до сих пор остались люди... Как это у вас говорят? Люди старой закалки, вот. Они живут еще по принципам Вьетнама, Кореи и Холодной войны. И многие из них считают, что обществу нашей страны давно нужно очищение во всех его слоях. Поэтому они будут только рады, если от этой наркоты отбросит копыта пара других тысяч цветных, геев или клубной молодежи. И это все выглядит на удивление правдоподобно в отношении к реальной жизни. Серьезно, погуглите, какое отношение ЦРУ имеет к Никуа-Гаранским конторс и эпидемии крэка в США. Но это неважно, наш разговор выдается не слишком долгим. Да уж, ситуация не из простых. ЦРУ захватывает Соло в плен и допрашивает в непонятном месте. Так, погодите-ка, блять, минутку. Какого хрена в игре внезапно катсцена на английском? Нет, я сейчас не против, если честно, потому что теперь мы знаем, что озвучка профессиональными программистами переехала из русской версии в английскую. Просто послушайте этот шедевр. Они это серьезно, да. А вот в геймплейном плане секция с кораблем отбивает всякое желание смеяться. Передаю привет тому, кто засунул сразу две длиннющие шутерные секвенции подряд, без возможности закупиться патронами между ними. А оба сегмента на корабле ЦРУ и в Разваленных Индейцев реально самые длинные линейные шутерные сегменты игры. И если у вас патроны подошли к концу, игра говорит нам о ЦСИТИ, ибо пополнить запас будет нереально. Но унылые, скажете вы, неужели ты не можешь подобрать патроны с убитых врагов? На что я отвечу, нет, не могу. Потому что они их, блять, не дропают. Серьезно, индейцы оставляли после себя просто кучу пуль к фузеям, а хорошо вооруженные спецназовцы ЦРУ оставляют после себя лишь автоматы и ноль патронов к ним. И, блять, это не шутка. На корабле, особенно в его начале, тебе нереально разжиться патронами, кроме тех, которые у тебя были до этого. Иногда с людей в черном дропаются противотанковые гранаты. Конечно, блять, самая нужная вещь на корабле в замкнутом пространстве. И спасибо хоть на это. Вот я сейчас не шучу, это единственный момент игры, который мне реально пришлось просто скипануть на читах. Патроны у меня как бы закончились еще на Индейчном острове, и что мне делать дальше я не знал. Поэтому сорян, трейнер и чит на бессмертие. Просто без него я бы точно не прошел этот момент вообще без патронов. Сорян. К тому же, сегмент реально сложный. Куда сложнее перестрелки с индейцами. Во многом из-за того, что в корабле пространство крайне ограниченное, и привычным нам эксплойтом со сломанным распрыгом воспользоваться не получится. Стелс тоже слабо прокатывает, ибо врагов много, и убиваются они зачастую не с первого удара ножом, и успевая тем временем предупредить товарищей о нашем присутствии. Где-то в середине корабля у тебя появляются нычки с патронами на палубе. Спасибо, блять. Но даже тут, даже тут ты можешь отсосать, ибо патроны тут лежат не для всех типов вооружения. Например, патронов для М4 тут просто нет, несмотря на то, что у местных врагов только М4 и есть. И, о боже, какое совпадение, это именно тот автомат, с которым я пошел на бой с индейцами. Я не знаю, кто дизайнил этот сегмент, но знаю точно, что дизайнил он его жопой, потому что так переусложнять жизнь игроку просто нереально, если руки у тебя растут из нужного места. Перед финальным боем в первом Ксенусе, который я тоже прошел с читами, каюсь, но я просто не взял Кокс с собой на миссию, откуда же мне было знать, что мне нужно было затариться Коксом по самые не балуйся. Тем не менее, перед самой развязкой тебе хотя бы давали возможность пополнить свой арсенал оружия. Да, если бы ты не брал понюшки Коки, это бы тебе вообще не помогло. Но все же они хотя бы пытались облегчить тебе жизнь, поставя комнату с оружием и патронами после длиннющего коридорного шутерного сегмента перед финальной перестрелкой. Тут же никакого тебе арсенала, только большой и сочный хер, образно говоря. Но почему бы нам не знать заранее, что нас ждет часовой сегмент со сплошными перестрелками без перерыва? Почему бы нам не закупиться заранее тоннами вооружения? Вот в том-то и дело, что... тоннами. Ибо патроны в игре имеют вес. А у Соло, как всегда, есть ограничения по весу инвентаря. Так что да, игра в который раз как бы говорит нам... Свестный хуй! Но так или иначе, выбравшись наконец с корабля, нам остается только пополнить наконец свой боезапас и готовиться к финальной миссии. Оказывается, отравленный Кокс выращивают члены... и члены кровавого культа жертвоприношателей, которые хотят смерти белым дьяволом. Но кроме зачищенного нам острова, они обитают еще на одном, в самом углу карты, куда нам и предстоит путешествие. Туда нельзя долететь, ибо остров окружает постоянный шторм. Там вырезаны все мирные жители, там страх, смерть и... Еще там легко эксплуатируется распрыг, поэтому финальная перестрелка, как обычно, не дотягивает до того уровня анальной фрустрации, которую я испытывал на корабле цей рушников, и просто выглядит веселой пострелушкой. Да, индейцев много, и сам остров вытянутый как коридор, чем он по сути и является. Но от его начала и до нашей цели, пирамиды, мы легко можем добраться, сильно даже не умерев. И на финише нас ожидает... Вылет, блять, игры. Вот серьезно, чего еще я мог ожидать от Ксенуса 2? Конечно же, вылета игры перед самой концовочкой. Причем как на пропатченной, так и не на пропатченной версии. На любом конфиге графики, при любых условиях, игра у меня постоянно крашится и не дает посмотреть финальную заставку. Ох, ребятки, да... Но я же не могу лишить вас такого удовольствия. Поэтому скоммунижу, пожалуй, футажи у более удачливых коллег по несчастью. Вот и все, вождь. Это конец вашего безумия. Проблемы, к слову, возникали не только у меня. Например, у моего англоязычного коллеги TechSnakerer финальная катсцена превращалась скорее в слайд-шоу, но в ней мы можем оценить весь масштаб эпичности английской озвучки игры. Ну, для общего понимания, посмотрим лучше русскую версию. Всем, кто отравляет реки и сжигает джунгли, всем, кто делает из наших детей безвольных рабов, всем, кто несет людям мира, горести и смерть, каждая капля крови давала синюю нашему богу. Остался... Опомнись, нет никакого вашего бога. Нет никаких высших сил. Вы просто кучка обезумевших зверей с залитыми кровью глазами. Кля! Как ты смеешь оскорблять моего бога своим неверием? Смею. Смею, потому что я в них не верю. Хотя, конечно, если честно, финальная реплика соло в адрес вождя в английской версии куда более эпичная. И на этом эпичном, так сказать, моменте заканчивается Ксенус 2 Белое Золото. Честно признаюсь, даже зная, что от игры ожидать, поиграв предварительно в первую часть, я разочарован. А после такого старта разочаровать меня был трудно. Я знал, что Ксенус это кривоватенький бюджетный шутан с претензией, который вытягивает лишь атмосфера и общая олиповатость происходящего на экране. Белое Золото же умудрилось просрать почти всю атмосферу, сменив сеттинг с джунглей на карибоподобный архипелаг, что сделало перемещение по карте еще более монотонным занятием, чем это было в первой части. А водная гладь стала плохой бессобытийной альтернативой дорог. Знаете, весь наш сгенли экспириенс от прохождения Белого Золота лишь подтверждает то, что сказано было в обзоре на первую часть. Deep Shadows действительно не знали, что у них получилась за игра, и что самое забавное, они даже не пытались узнать. Именно поэтому мы имеем то, что имеем во второй части. Разработчики пофиксили графон, физику, геймплей, ганплей, но как-то так у них вышло, что они проебали самое важное. Они проебали атмосферу. И это убило игру. Потому что именно атмосфера первой части заставляла тебя влюбляться в игру, тратить десятки часов на неказистые города и джунгли. Может это прозвучит слишком сентиментально, но играя в первую часть, ты ощущаешь, что игру делали люди, которые горели ей, и у них получилась часть этой страсти передать тебе. А вторая часть... Ну, наверное, кто-то просто захотел срубить денег по-быстрому. Сами по себе острова местами сохранили атмосферу первых частей, но с увеличением масштабов карты ожидаешь, что и города, и база фракций увеличатся пропорционально. А тут этого не произошло. Даже более скажу, города стали меньше. И даже с введением нового сеттинга, философия дизайна карты у игры осталась прежней, а наличие воды между локациями лишь подчеркивало общую пустынность карты. С островами игра не придумала ничего нового и интересного, при этом похеря старые наработки, точно так же, как и с сюжетом. Если в первой части сюжет был тупо прямолинеен, как пробка, до последней своей трети, то тут прием «заработай денег, чтобы прогрессировать по сюжету» работает совершенно через задницу и выглядит нелогично. Более того, белое золото в своей креативной импотенции занимается самоповторением. Как только ты нашел 10 тысяч, чтобы заплатить Иудесу, через 5 минут игра заставляет тебя снова искать 10 тысяч. После длинного коридорного шутерного сегмента с индейцами, тебя через 5 минут ждет такой же коридорный сегмент с ЦРУ. Да, персонажи все еще обладают своим всратым очарованием. Да, квесты порой радуют разнообразием. Да, диалогов в этом сраном шутере побольше, чем в некоторых РПГ. И да, наконец, в игру завезли нормальную шутерную механику. Но вот незадача. Минусы-таки стали перевешивать плюсы. Совершенно убогая механика езды, сломанный бег с прыжком, невнятная ролевка, еще более уебищный интерфейс, чем в первой части. И, конечно же, просто невероятная и ни с чем не сравнимая забагованность всего и вся. Игра словно бы не хочет понравиться и всячески пытается сделать так, чтобы я забросил в нее играть. А это... Это не самая лучшая маркетинговая стратегия для разработчика, не так ли? Я видел много отзывов о белом золоте под обзором к первой части. И большинство из них были крайне полярные. Игру либо хвалили на фоне точки кипения, либо же сравнивали с говном. И я скорее принадлежу ко второму лагерю. Увы, но вместо того, чтобы допиливать по-настоящему удавшиеся элементы первой части и повышать общее качество исполнения, Deep Shadows решили попытаться изобрести велосипед заново, заодно параллельно разрабатывая еще одну более масштабную игру. И тот факт, что предтечи вышли всего спустя год после релиза белого золота и делят с ним движок, интерфейс и визуал, лишь подтверждает нам, что параллельная работа над обеими играми сделала только хуже. От этого бы не выиграл никто. Ни студия, ни игроки. К сожалению, белое золото оказалось коричневым говном. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так, погодите-ка секундочку. Это что за баба на обложке рядом с Олом Майерсом? Она не появлялась в игре. Ее вообще ни разу не было видно за всю игру. Какого хрена?